Костя сейчас расскажет нам всю правду. Переключаем на iSimple. На первый слайд, если можно. Все, запалили мне презентацию. Ну ладно. Это история про то, как помочь обескураженному покупателю. Вообще, как мы здесь оказались, какие-то торгаши торгуют вином, что они, интересно, могут рассказать. На самом деле, iSimple – это большая и довольно сложно устроенная компания, которая существует уже очень много лет. И для того, чтобы объяснить, что мы делали в мобайле, наверное, нужно сказать пару слов о том, как вообще бывает устроен этот бизнес. Существует два классических типа винноторговых компаний. Один тип – это торговцы от объема. Они везут сравнительно небольшой ассортимент вин, но в огромных количествах. Да, ну там, условно говоря, какая-нибудь арбатская изба Квазмараули в диких количествах завозится. В диких количествах расставляется по довольно низкой цене в супермаркетах. И таким образом, просто за счет вала получается достаточно хороший результат. Ничего не хочу сказать плохого про такую бизнес-модель. В общем, это нормальные вины, их можно пить, они просто не очень интересные. Есть торговля от портфеля, когда у вас есть очень много самых разных продуктов. Как правило, в цене от 300 до бесконечности в ритейле, там средняя цена будет, пускай, в районе 700 рублей. И вам нужно всем этим гигантским многообразием жонглировать, потому что правило Парета, оно продолжает работать. То есть там 20% ассортимента генерирует 80% прибыли и наоборот. Ну и, собственно, если у вас огромный портфель, как у Симпла, то вам нужно развивать продажи сразу в нескольких каналах. Это хорика, то есть отели, рестораны, кейтеринг, розница и частные корпоративные продажи. В том числе через персонального менеджера, это классическая модель, или через интернет, который включает не только классический веб, но и приложение, которое тоже может это делать. Значит, если говорить про ужасы большого портфеля, просто чтобы понимать, с каким количеством продуктов одного класса, вино, ну и местами крепкий алкоголь, но в основном вино, это 150 производителей из Франции, 70 из Италии. В общем, в общей сложности более 300 производителей, то есть 300 брендов и 3500 СКЮ. Что такое СКЮ, прости? Да, ну то есть уникальных единиц товара, потому что понятно, да, вино бывает там в большой распасовке, в маленькой распасовке, внутри одного производителя может быть 10, в линейке может быть 10 вин, например, да. Да, ну то есть это очень много разных продуктов. Лично я, например, там, ну даже половины наших производителей, потому что я работаю в компании 5,5 лет, наизусть не помню. Но есть и плюсы, собственно, большого портфеля, собственно, вот, да, тут мы подгребаем к тому, что такое симпл, это там очень большая компания, вот, собственно, эти цифры, они за себя хорошо говорят, да, это там первое место по продажам итальянских вин в России, и, ну, тихих вин, да, за исключением игристых, там лидирует Мартини. И вообще второе место среди всех импортеров российских тихих вин в деньгах. В общем, это большая и довольно успешная компания. Когда у вас такое дикое количество продуктов, вам ничего не остается, кроме как искать потребителей. Понимаете, что в 1994 году, когда симпл образовался, это было время малиновых пиджаков, ну, они уже там были на отлете, ну, как бы то ни было, люди пили либо спирт-рояль, либо ходили из спирт-рояль. Спирт-рояль. Да-да-да-да. Либо покупали какие-то вины из стран бывшего СНГ, или там, бывшего СССР, или там, Варшавского блока, условно, там, ту же монастырскую избу. Кто из нас в студенческие годы не помнит эту прекрасную вещь. И чтобы успешно торговать сложными винами, которые, ну, вот, не столовое вино, которое не имеет никаких признаков, кроме того, что оно вино, оно белое и стоит 200 рублей, да, то есть, там, бренд неважный, да, такой комодити. Вам нужно потребителя образовывать, именно поэтому симпл с самого начала там очень бурно диверсифицировался. Сначала была создана школа для сомелье, которая в 1999 году была образована, и на сегодняшний день примерно 50% сомелье в московских ресторанах, дипломированных сомелье, это выпускники этой школы, и 20% сомелье в регионах. Потом была произведена диверсификация портфеля, да, то есть, вот, появилась там французская коллекция. В 2005 году мы запустили бумажный журнал, который на сегодняшний день является самым популярным журналом про вино и высокую кухню в России по размерам тиража и по охвату аудитории. Потом была запущена сеть винных баров, Grand Cru, как такое представительство этих самых вин для финального потребителя, где можно все попробовать. И, наконец, в 2011 году мы ударились в мобильные приложения. И надо сказать, что эта практика, вот, по постоянной коммуникации с потребителем, ну, вот, до недавних времен она была исключительно оффлайновая, она, в общем, принесла свои плоды. Вот мы очень часто видим, надо сказать, с радостью, как люди, которые приходят, там, в винные магазины, или, там, ну, в азбуку вкусу, условно говоря, или, там, седьмой континент, если они не знают вино в лицо, как бы, да, они поворачивают контр-этикетку и смотрят, кто его привез. Нам научились доверять, потому что, ну, вот, мы все время людям рассказывали, что такое вино, с чем его потреблять, как это правильно делать. И потихонечку запомнились людям этим. Люди привыкли к тому, что мы фуфла не везем. Поэтому многие просто, найдя наш логотип на задней стороне бутылки, если цена их более-менее устраивает, ну, просто берут, чтобы попробовать. И вот тут мы, собственно, подгребаем к вопросу о том, зачем мы стали делать мобильное приложение два года назад. Просто потому, что было модно, и мы понимали, что нужно и этот канал тоже попробовать. Ну, вот, а давайте сделаем мобильное приложение. Получилось не очень хорошо. Первый блин был, ну, прямо скажем, ну, совсем комом. Это была просто такая оплекуха, в которой были практически все наши товары, но в ней не обновлялись данные, и в ней не было никакого, сколько-нибудь осмысленного поиска. И, в общем, этот первый блин заставил нас, ну, во-первых, сменить разработчика, потому что стало ясно, что с там маленькими студенческими командами, ну, в общем, ничего серьезного не делается. С другой стороны, мы, в общем, и денег практически не потратили, зато приобрели ценный опыт, просто, ну, вбросив это внутрь своей компании как тему для размышлений, тему для обсуждений. И прежде всего мы стали думать о том, что вообще можно сделать полезного для потребителя. Стали думать о том, кто такой потребитель. И пришли к выводу, что вот наш основной потребитель для вот мобильных историй – это обескураженный потребитель, человек, который пришел в магазин, и, ну, он, в принципе, готов потратить, но он не знает, как ему это сделать. И он в некоторой растерянности стоит у этих винных полок, где десятки, если не сотни разных вин, и как выбрать – непонятно. То есть можно там 40 минут бродить. Я вот до того, как пришел работать в Симпл, про вино не знал практически ничего. Я прекрасно себя помню ровно в этой ситуации. Вот я стою в полке и, значит, чешу в репет, что же я сегодня понесу там на день рождения или себе домой вечером выпить за ужином. Проанализировав потребности этого самого обескураженного потребителя, мы вывели вот такой набор задач, которые мы должны решить. Там мы пришли к выводу, что нам нужно ему помочь выбирать и делать этот выбор максимально простым и удобным. Мы должны дать ему возможность покупать вино онлайн, потому что не всем хочется таскать бутылки каждый день. И вообще интересно сформировать собственный микропогребок. Если человек хочет купить в оффлайне, то мы должны подсказать ему, где находится ближайший магазин с лучшими ценами на нашу продукцию. Мы должны дать ему подробную информацию о потребительских свойствах вин. Потому что разные вина к разному подходят. Все не упирается в одну лишь формулу красное к мясу, белое к рыбе. То есть там все более сложно устроено, если вино стоит условно 700 рублей и выше. Самое главное, потребитель не хочет забивать себе голову всеми брендами, которые у вас есть. Но при этом не хочет забывать про свои любимые товары. То есть еще раз, если у вас мультибрендовая, в нашем случае еще раз 300 поставщиков, 3500 товаров от этих поставщиков, нельзя рассчитывать на то, что все ваши товары будут запомнены. Хорошо, если 20% кэшкаус будут срабатывать успешно, а остальные будут так, на периферии. Но их все равно важно иметь, если вы хотите работать от портфеля. Если вы хотите захватывать рынок тем, что у вас огромный портфель. Этот портфель принципиально важен при работе, например, с ресторанами. И вот, собственно, проанализировав эти потребности, мы стали расширять наше приложение. Сначала мы сделали расширенный поиск по большому количеству параметров, которые включают в себя самые базовые, типа производителя и цену, заканчивая такими штуковинами, как, например, свяжение сахара. Мы сделали онлайн-доставку, онлайн-покупку, которую можно осуществить прямо из описания этого самого вина, с сохранением истории заказов, что для многих принципиально важно. Люди хотят помнить, что они покупали. Мы сделали локатор магазинов. То есть можно посмотреть, где находится ближайший магазин, в котором есть хороший набор вина. И можно посмотреть ассортимент каждого конкретного магазина. Мы базируемся на данных по отгрузкам и собственному мониторингу. Потому что, как у всякой большой торговой компании, у нас есть мерчендайзеры, которые регулярно там оказываются, и они снимают цены с торговых точек. Мы стараемся за этим следить. Пока это работает в Москве и Петербурге. Мы сделали подробнейшее описание наших продуктов. Это большая и очень сложная работа. Еще раз 3,5 тысячи вхождений в базу данных. 3,5 тысячи карточек товаров. Начиная с третьей версии появятся, сейчас версия 2.0, с третьей версии появятся еще большие картинки и прочие прекрасные вещи. Самое главное, мы рассказываем про то, с чем сочетается это вино. Гастрономические сочетания. То есть мы говорим, что к медвежьим ладошам в сметане подходит вино X, а к филе из соловьих язычков вино Y. Ну и здесь мы рассказываем, что вообще от этого вино ждать. Наконец, сканирование штрих-кода. Достаточно стандартное. И, надо сказать, одна из самых востребованных функций. То есть человек, оказавшись в магазине, может, если он видит, что это наша продукция, просканировать стандартный штрих-код и узнать подробнее про это вино. Потому что на контр-этикетке, как вы понимаете, много информации не уместишь. Функция избранная. Я думаю, что, в общем, более-менее всем понятно, что это возможность сохранить те вины, которые понравились, и не забивать себе голову, а забить устройство, голову устройства с функцией шеринга. Ну и пока что это только e-mail. В дальнейшем мы подключаем. Вот сейчас мы идем в работу по подключению социальных сетей. Эта штука умеет, среди прочего, сообщать, если какое-то вино кончилось, потому что понятно, да, мы подвозим его из Европы, но бывает так, что какое-то вино расхватали. Как только оно оказывается на складе, эта самая система избранного будет пользователю сообщать о том, что твое любимое появилось, можно наконец-то его взять. Важные принципы устройства этой штуки – все данные хранятся внутри приложения, то есть это не веб-аппликация. И когда вы находитесь словно в магазине, вам интернет-соединение по большому счету не требуется. В огромном количестве торговых центров интернет работает очень плохо. Через интернет мы подкачиваем только, собственно, картинки бутылок, все остальное лежит внутри. Система работает на основе инкрементных обновлений, то есть это означает, что мы заменяем только, если в нашей базе что-то поменялось, какое-то вино условно вывелось, какое-то появилось, то мы не перекачиваем всю базу заново каждый раз, когда система обновляется, когда приложение обновляется, а заменяем только те куски, которые требуют удаления или добавления. И обновления все устанавливаются в фоновом режиме, то есть пользователю вообще ничего, на самом деле, про это даже думать не надо. Вот он включил, оно посмотрело, связалось с сервером, посмотрел, есть ли обновление. Если есть, оно будет в фоновом режиме их подгружать. Как мы это все продвигали? Сначала мы начали с достаточно очевидных для нас бумажных носителей, потом мы стали подключать рекламу на гастрономических сайтах, потом мы стали подключать рекламу в мобильных версиях, популярных, разнообразных изданий. И в конце концов выяснилось, что на самом деле эффективнее всего работают социальные сети для того, чтобы двигать такие штуки. Но это не все. Мы на самом деле изо всех сил продвигали. Поэтому мы на все свои товары в масс-маркетном сегменте наклеили стикер с кивер-кодом, который ведет непосредственно на приложение в App Store. Это дало феноменальный эффект. Самое смешное – видеть, как скачивание. Если раньше мы видели, что у нас скачивание в основном в рабочее время, в рабочие дни происходит в нашем приложении, потому что люди вместо того, чтобы работать, читают какие-то истории про рецепты или условно про политику, то сейчас мы видим, как в пятницу начинается рост и в воскресенье такой постоянный пик. То есть люди принесли домой бутылку, выпили ее, ну ладно, черт с ним, вино кончилось, теперь посканируют, что там у них есть. Это, надо сказать, дало… Мы очень довольны результатами. Это 100 тысяч установок. В ходе рекламной кампании мы твердо держались на первом месте среди бесплатных приложений в категории еда и напитки. Сейчас мы не ведем никакой рекламной кампании и стабильно там держимся на 12-м месте. И мы поднимались в общем зачете, да, среди всех приложений в российском App Store бесплатных. Мы поднимались на 55-е место и держались там довольно устойчиво, около трех недель. В этот момент мы нашего приложения скачивали больше, чем приложений ВКонтакте, Яндекс.Карт и Фейсбука. Что дальше? На самом деле мы продолжаем думать, что наше приложение не идеально, потому что оно не учитывает некоторых уже, собственно, чисто e-коммерсовых историй. В частности, мы пришли к выводу, вот я сейчас показываю прототипы версии 3.0, которые выйдет через месяц. Мы вводим суперпозиции, отказавшись от такого географического подхода, который есть сейчас при входе в приложение. Мы начинаем показывать сразу суперпозиции, базируясь на данных CRM, которые мы собираем, и собранной статистики пользовательской из самого приложения. И подсовываем пользователям то, что они, скорее всего, будут покупать, базируясь на том, что они покупали раньше. Это очень ценная функция, которая позволяет, на самом деле, довольно серьезно забустить продажи. Во-вторых, мы добавляем в версии 3.0 подбор вин к гастрономии. То есть, условно говоря, вы можете сказать, у меня сегодня обед из рябчика с ананасами, еще у меня будет сыр, там, не знаю, ракфор. Какое вино мне к этому подходит? И воспользовавшись достаточно простой системой выбора, вы можете сформировать набор рекомендаций. Новая версия выйдет через месяц. Параллельно мы выпускаем сразу приложение для Android, смартфонов и версию для iPad. Мы радикально переделывали систему сбора статистики, и теперь наши маркетологи будут получать полнейшую картину того, не только что люди покупают, это мы и так знаем, потому что мы видим результаты продаж в своих точках, но и чем они интересуются. То есть, если человек подходит к точке, подходит к винной полке, сканирует какое-то вино, и мы видим, что интерес к нему высокий, однако почему-то покупки низкие, то это позволяет нам гораздо быстрее среагировать и подумать, может быть, мы неправильно его позиционировали, может быть, у нас совсем неверная ценовая политика, еще что-то, может быть, конкурентное окружение какое-нибудь там не совсем удачное. То есть, это позволяет очень быстро и точно реагировать на изменения, колебания спроса. Наконец, довольно важная история – это партнерство с крупными ритейловыми сетями, которые, посмотрев на наше приложение, сказали, что они тоже такое хотят. И поэтому мы вместо того, чтобы говорить им, ну, хотите – перехотите, говорим им, возьмите наш готовый продукт, отдайте нам в нем часть суперпозиций, то есть в поисковой выдаче, когда человек получает рекомендации, можно ведь по алфавиту сортировать, можно по цене сортировать, а можно по популярности. Эта популярность, опять же, как выдача в Гугле, это довольно интересное место, интересные, собственно, первые три места. Вот, собственно, примерно, если вкратце, что мы делали в этой истории. И мне остается только поблагодарить компанию 3.0, которая разработала для нас это приложение и продолжает разрабатывать версию 3.0. Я буду рад ответить на ваши вопросы. По-моему, было очень круто. Спасибо. У меня есть такой небольшой вопрос с местом. Мы это немножко обсуждали с тобой до начала КВН нашего, но вот вся эта история с запретом на все, она сильно сказалась на вашем мобильном направлении? На мобильном, да, вы знаете, наверное, что алкоголь, как и табак, мы то, что называется dark market, такие изгои общества, враги нации. Мы спаиваем дорогим шампанским народное население. Да, да, да. Да, Шато Марго буквально разъедает нам всем печень. Сказалось, конечно, да, мы лишены возможности рекламировать свои собственные товары внутри своего собственного приложения. Иными словами, мы не можем рассказывать про акции в тех или иных магазинах даже посредством приложений. Мы не можем сказать, сегодня в зеленом перекрестке или, я не знаю, там, в метро скидка на бордосские вина этого года 20%. Это запрещено. Мы можем только информировать о потребительских свойствах тех товаров, которыми мы торгуем. Это максимум того, что мы можем себе позволить. Реклама в интернете полностью блокирована. Мобильные приложения Федеральная монопольная служба оставила только в виде этих самых продвинутых каталогов, которые, тем не менее, позволяют там кое-какие телодвижения осуществлять с торговлей. Еще у меня такой вопрос. Ты можешь как-то, ну, прикинуть, что ли, насколько, как в процентном соотношении вот мобильные продажи бьются с продажами через стационарный веб-сайт? Когда мы начинали, когда мы выпустили вторую версию в декабре 2012 года, продажи составляли меньше процента. Сейчас мобильные продажи поднялись до 35% от объема всей интернет-торговли. Я не хочу сказать, что интернет-торговля в Симпле огромная. Она там от оборота, ну, я не буду раскрывать там, ну, в общем, это немного пока что. Но видно другое, что вот эта тенденция к тому, чтобы заказать вино там с доставкой, пока едешь домой, не проводить время на сложном сайте, натыкать это просто в айфоне, сунуть в карман и больше не париться об этом, это, ну, очень востребованная услуга. Понятно. Поговорите с нами кто-нибудь, пожалуйста. Вот я видел, кто-то поднимал руку, да. Добрый день всем. Станислав Владимиров, Азовая. У меня вопрос по поводу приложений для айпада. Вот с айфоном все понятно, отличное приложение, как бы идея есть. С айпадом применение, вот на практике какое? Почему? Не потому же, почему в 2011 появился айфон? Я поясню, да. На самом деле, мне, лично мне, очень нравится подход, давайте сделаем, давайте ввяжемся, а по-моему посмотрим, что будет. Мы, в общем-то, ничем не рискуем. Ну, мы вот выпустили версию 1.0, она самим не понравилась, мы там спустя некоторое время выпустили то, что нам понравилось, и продолжаем это модифицировать. Что касается айпада. Во-первых, вино это, ну, из разряда, для многих это хобби, для многих это, там, настоящее увлечение, и это из разряда получения удовольствия. Поэтому довольно клево иметь такую штуку именно в айпаде, с которым на диванчике лежа можно что-то назаказать себе. Это первый момент. Второй момент. Нам практически ничего не стоит выпуск версии для айпада, потому что движок, он готов, да, то есть практически ничего переписывать не нужно, только дизайны перерисовать и все. И у вас есть готовая мобильная версия для айпада, то есть там затратка минимальная. Ну вот, если я ответил на ваш вопрос, да. Здравствуйте. Интересует такая вещь, просто часто бывает, что возникает желание какое-нибудь вино к себе в коллекцию добавить. Я там сейчас его фотографирую на айфон, этикетку. И что-то я не могу никакого приложения найти в сети, которое бы как-то помогало людям вот в этой вот потребности. Вы об этом думали, нет? Российских приложений, которые хорошо это делают, нет. Есть замечательное приложение Vivino, которое я вам всем рекомендую. Установите его сразу после того, как вы установите наше приложение. Это своего рода социальная сеть про вино, там люди сканируют этикетки. Мы, кстати, в третьей версии тоже будем потихонечку выходить на сканирование этикетки, а не штрих-кода. Это приложение, вот Vivino, оно умеет сканировать этикетку, и там разные люди выставляют свои оценки, и вы можете, в общем, посмотреть, что другие думают по поводу этого вина. Но в бесплатной версии только, собственно, звездочки, да, то есть описаний там толком нет. Ну и плюс вы можете это расширить в социальных сетях. Таким образом, вы получаете довольно хорошо устроенную систему закладок. Спасибо. Но у нас тоже есть система закладок, поэтому вы можете про наше Vivino в нашем приложении закладывать. Добрый день, большое спасибо за очень интересную презентацию. Вы упомянули про CRM-модуль и про избранные какие-то приложения, вот персонализированные, да, предложения на основе пользовательских предпочтений. Вот чуть поподробнее можете рассказать, где происходит аналитика? Значит, да, могу, могу. Компания Simple, как я упомянул, один из каналов продаж – это частные продажи. Этот канал существует с незапамятных времен, когда люди просто звонили, зная, что если они заказывают много с доставкой на дом, то получается радикально дешевле, чем покупать в магазине, потому что есть торговая наценка. Таким образом, у Simple образовалась очень большая база частных клиентов, которая и сейчас постоянно растет. Это люди, которые привыкли звонить по телефону и что-то заказывать. До недавнего времени каждого из этих людей вел персональный менеджер, этот персональный менеджер знал, что любят там Иван Иванович Иванов или Семен Семенович Семенов. Эти данные никак не обрабатывались, никакого data mining не происходило. Пару лет назад мы ввели CRM, теперь мы знаем потребительские предпочтения, можем строить паттерны. Есть в компании огромный отдел аналитический, который выстраивает эту аналитику, может предсказать, если, условно говоря, вы пьете вино флюри, то, скорее всего, вам понравятся другие продукты из Бургундии. Такой-то, такой-то и такой-то. Если вы пьете шампанское Луи Редерер, то имеет смысл вам попробовать еще шампанское Лансон, например. Вот в таком режиме. Эти данные позволяют выстраивать достаточно понятные матрицы, которые, в свою очередь, можно легко в виде небольших фрагментов базы данных подгружать внутрь приложения. Все. А у вас внутренняя вот эта CRM или вы какую-то стороннюю используете? Simple почти все делает внутри. Это вообще стратегия компании. Если мы видим, что нам что-то нужно, мы до безумия не доходим, условно говоря, свою столовую не заводим пока еще. Но если мы видим, что у нас какой-то бизнес-процесс постоянно возникает, и этот бизнес-процесс требует какого-то аутсорсера, то очень часто мы такого аутсорсера заводим внутри себя. CRM осуществляется CRM-отделом компании. Это часть IT-структуры. Константин, по поводу конверсии и продвижения, здесь интересен вопрос стоимость заказа. То есть вы сказали, что была на старте рекламная компания, сейчас она, я так понял, не ведется. Ну или там в меньшем масштабе. Она прошла, да? Да, стоимость заказа. Ну то есть вот модель, которую вы получили, ее можно масштабировать, например, не знаю, там влив еще немножко денег, ну точнее вливая деньги, получать хорошую конверсию, получать хорошую стоимость заказа, и в итоге инвестировать это опять. Ну в смысле, чтобы это отбивается в вложение или нет? В нашем случае вложение, безусловно, уже отбилось за вот полгода. Я не хочу сказать, что вино это какая-то адски маржинальная история. То есть там не надо питать иллюзии, это как любой другой бизнес. Издержки очень большие, особенно если у вас гигантский портфель, которому опять же нужно жонглировать, чтобы его жонглировать, нужно много людей, много ресурсов. Маржинальность совсем не такая сладкая, как, например, у наших друзей из водки. У них там адские сотни процентов, чем мы похвастать не можем. Значит, ну там, стоимость разработки такого продукта по сравнению с коммерческим эффектом, который он приносит, в общем-то, ну там, величина, если, конечно, она не ничтожна, но она, в общем-то, совсем... Я тут уточню, почему не масштабируете рекламную кампанию, почему не наливаете трафик, да, если вот... Ну и не про налить трафик, мы про получить качественного потребителя. Вот мы отработали некоторый сегмент потребителей, которых мы знали, что нам точно надо иметь. Мы вот оценивали, что мы хотим к июню 2013 года, в декабре, вот мы себе поставили, иметь 100 тысяч установок, из которых там значительное количество должны быть активными пользователями, а не сносить приложение сразу после того, как они его поставили. Ну, вот мы так примерно оценили рынок. Не могу сказать, что мы проделали какое-нибудь суперпродвинутое исследование с привлечением, не знаю, там, Морган Стэнли или еще чего-нибудь. Мы вообще в это не очень верим, в такие вот глобальные маркеттоидные исследования. Просто вот мы понимали, что таких примерно должно быть 100 тысяч. Но вот мы получили это. Сейчас на подходе в версии 3.0, естественно, как только она будет готова, будет запущена очередная компания, поскольку мы расширяем географию работы всей этой системы до всей России, если вот сейчас она накрывает только Москву и Питер, в частности, с магазинами, с ценами в магазинах, то в версии 3.0 мы накроем всю Россию. То есть все наши 90 городов, в которых мы присутствуем либо сами, либо где работают наши дилеры, они тоже будут подключены к этой системе. Соответственно, естественно, мы тогда включим компанию на все эти города. До этого компания шла только на Москву и Питер. Давайте еще один вопросик и поедем дальше, потому что у нас не так много времени, а осталось еще много контента. Раз мы говорим о том, что… Ну, у нас вообще секция называется «Солома», и мне интересен основной юзкейс вашего приложения. То есть я вот тот самый обескураженный потребитель. Я прихожу, я люблю вино, мне интересно, какое вино подойдет мне, ну, кого мне понравится, я не знаю, потому что очень много марок. И то есть ваше приложение носит образовательный характер. То есть я пришел домой, я выучил вино, грубо говоря, выбрал для себя, пришел в магазин, уже со знанием того, что я хочу, и купил. Либо прямо у полок я стою, сканирую, грубо говоря, вот эти коды и делаю решение на месте. Вы сами практически ответили на этот вопрос. Два способа. Либо вы оказались в магазине здесь и сейчас. Эти способы совершенно не взаимоисключающие. Вам бывает нужно вино, вот сегодня к вечеру, вы едете домой, вспомнишь, у вас ничего нету в холодильнике. А кусок мяса лежит и, в общем, как-то там простаивает без вина. Вы заезжаете в магазин, вам нужно выбрать вино, вы не знаете, что взять. Вы примерно представляете себе, так, я хочу вот там красного, не очень дубового. Окей. Дальше вы можете просто посмотреть, что есть в наличии и просканировать те вины. Если что-то непонятно, можете просто поискать через само приложение, что в этом магазине есть из того, что вам подходит. Да, задав набор параметров. Это гораздо быстрее, чем обшаривать все полки. И вариант номер два, если вы уже знаете, что вы вообще обычно пьете, то вы можете, особенно не запариваясь, походу в магазин, просто сесть и за пять минут собрать себе портфель, вам все это привезут домой в течение суток. У вас будет там… Вы серьезно сэкономите, среди прочего, потому что у вас не будет торговой наценки. Ну вот два юзкейса. А каким пользуются чаще? Чаще пользуются покупкой через приложение. Поэтому, конечно, магазины, надо сказать, очень сильно взбунтовались, когда увидели эти самые наклейки с QR-кодом и на каждой бутылке. То есть это было там серьезной проблемой. Они прямо говорили, знаете что, заберите, пожалуйста, эти бутылки отсюда, потому что вы нам рынок подрываете. Девушка еще. Можно задать вопрос последний? Я хотела уточнить, у вас с учетом ограничений по рекламе, в принципе, то есть приложение сейчас вы можете рекламировать, по сути, ну только на своем сайте. Я правильно понимаю? Вы из отрасли? Я когда-то 6 лет работала. Давно сейчас все поменялось, уже не служу за… По счастью, нет, потому что приложение является продуктом, зарегистрированным совсем в другом классе, не алкогольном классе. Это информационная система, программное обеспечение. Мы рекламируем приложение так, как хотим. Мы рекламируем везде. Вопрос именно связан. Рассматривали ли вы варианты, например, между приложением и адаптивной версткой. То есть мы берем сайт с набором также, исходя из того, что вы рассказали, вот есть потребитель, есть у него потребности, и мы делаем там, также вот используя каталог основного сайта, делаем адаптивную верстку, которая построится автоматически по тот или иной смартфон. Здесь вообще вы рассматривали… Честно, не рассматривали такой вариант, потому что сайт винноторговой компании продвигать нельзя. Федеральная антиминопольная служба это довольно шизофреничный отдельный длинный разговор. И SEO-оптимизация тоже запрещена. SEO, пожалуйста. Но это первое. Продвигать нельзя сам сайт, вы не можете его никак рекламировать. Затратка произведена, во-первых. Во-вторых, это неудобно, когда вы находитесь в режиме «я в магазине». То есть скорость работы всего такого сайта, в особенности если 3G отрубилось и есть только Edge, ну в общем забыть об этом. Поэтому мы не рассматривали вариант строительства именно мобильного сайта как основного продукта. Однако мы сейчас его будем делать просто потому, что у нас происходит тотальная переделка всех наших сайтов. Мы не очень довольны тем, как у нас построен интернет-магазин и корпоративные сайты. В общем, это предмет для основного приложения усилий сейчас у наших там диджитал ребят. Поэтому конечно мобильная версия появится, просто она не будет основным продуктом. Такой вспомогательной история. Спасибо. Спасибо. Давайте похлопаем Косте еще раз. Спасибо большое. Спасибо.